Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас в эфире программа «Гость в студии». С вами ее ведущая Светлана Карпухина. К нам пришел сегодня руководитель волонтерского центра «Счастливый регион», общественник с большой буквы Кирилл Богданов. Кирилл, еще раз привет. Как твой настроение сегодня? Классно. Только что вернулся с мероприятия с колледжа, с одного из наших замечательных колледжей, пообщаясь про волонтерство, про игры в будущее, про «ГГС», мы вместе. Все обсудили, поговорили. Ребята классные. Рад с ними общаться всегда. Мы перед началом эфира обсудили, что ты уже 9 лет волонтерстве. Тебе есть с чем сравнивать волонтерство тогда, волонтерство сейчас. Вообще скажи, как сейчас дела в регионе с этим? Расцветает или как-то идет на убыль? Ну, вообще на самом деле все растет. Все развивается, все идет по своему какому-то пути, по своей траектории дополнительной. Растут количество направлений. Если раньше это было там условно событийка, там, не знаю, дай бог, какое-нибудь патриотическое направление. Сейчас их миллионы больше, мне кажется. У нас есть и научное, и медицинское, и психологическое волонтерство, и педагогическое, и экологическое. То есть очень много направлений. Самое главное, что волонтерство сейчас действительно стало инструментом развития личности человека. Это очень важно. Потому что если до этого это была форма досуга какого-то, ну, как в первое время казалось, да, просто вовлечением молодежи, в принципе, жителей какой-то общественно полезной деятельности, то сейчас это инструмент уже карьеры, инструмент какого-то роста собственного, да, поиска себя на самом деле. То есть в этой сфере уже можно даже в профессиональном смысле развиваться. Поэтому это круто. А как понять, что человек стал волонтером? Это нужно вступить в какую-то организацию, или это рассчитывается как-то добрыми делами совершёнными? Ну, если ты уже что-то делаешь полезное, в принципе, ты уже можешь быть волонтером. То есть если я перевожу бабушку через дорогу, я считаюсь волонтером? Ну, раньше же это были тимуровцы, какие-то добрые истории, да, это всегда было вот как-то в крови у нас. У нас, мне кажется, в принципе, есть история про взаимопомощь. Так что, наверное, каждый, кто хотя бы раз задумывался, что-то такое доброе совершал, то, в принципе, он может являться добровольцем, волонтером называться. Есть системная просто история. Просто если ты хочешь об этом заниматься системно, то, конечно, да, ты можешь вступить. Опять-таки не обязан, но можешь. Можешь вступить в какую-то организацию, можешь просто находиться в каких-то волонтерских чатах, там, ловить заявку на оказание адресной помощи, там, по-моему, вместе, допустим. Или же просто, о, я хочу пойти на концерт, руки вверх, а давай-ка запишусь. Вот недавно мы работали на этом концерте с волонтерами, тоже классное событие, в том плане, что волонтерам такое тоже интересно. То есть тут как бы хочешь системно, приходи в организацию, хочешь просто там раз помогать, пожалуйста, все условия для этого есть. Собственно, когда была объявлена спецоперация, когда мы открыли пункт гуманитарной помощи, так и случилось. Ведь люди, которые приносили нам помощь, это не были те, кто занимается волонтерством на системной основе. Это были просто жители города, жители региона, причем к нам в пункт привозили все, начиная от вещей, заканчивая продуктами, лекарствами, ну, таким, типа бинты, пейки, такое простое что-то, детское питание, подгузники, вот все, абсолютно, кончая школьной формой и, там, канцеляркой, все привозилось к нам, причем со всего региона. То есть ребята собирали все для вынужденных переселенцев, для тех, кто приехал с Мариуполя, Донецка, там, других территорий новых, то есть в любом случае это люди не были волонтерами. В том плане, что они не занимаются этим системно. Они просто, вот, такой порыв души у них сработал, и они стали такими, вот, не знаю, послами добрые воли, не знаю, как правильно сказать. Но они тоже, как волонтеры, они не вступали никуда. Просто вот они объединяются в какой-то определенной истории и решили, что мы остаться в стране не можем. Вот, пришли. Про ИСОО мы с тобой еще поговорим. А есть вообще какое-то развитие волонтеров? Это может старший волонтер, главный волонтер? Ну, везде по-разному, на самом деле. То есть зависим. У каждой организации есть, как бы, как это называется, путь волонтера, если можно так сказать. Каждый организатор волен сам это выбирать. Вот, но вообще, да, обычно волонтеры вырастают в тим-лидеров, в кураторов, в направлении. То есть я сам, когда начинал, я был просто волонтером на, по-моему, на Бессмертную полку, на параде. Просто организовал какие-то события и так далее. Потом меня попросили встать на направление в новом тогда всероссийском движении «Волонтеры Победы». Это было первое, как бы, мы одни из первых, по-моему, в стране вообще открыли свою ячейку региональную, наше ульяновское отделение, и в 16-м году мне доверили уже кураторство направления «Волонтеры Победы». Мы занимались благоустройством воинских мест захоронений. Вот, и вот в рамках направления я уже работал как-то, взаимодействовал с другими направлениями, общался с представителями власти и так далее. Вот, а потом уже, да, ты растешь дальше, смотришь, хочешь оставаться в движении, не хочешь оставаться. Либо меняешь вектор развития, переходишь на другое направление. У нас вот мои девчата, я до сих пор помню, когда, собственно, сейчас девочка, она «Волонтеров Победы», она исполнительный уже директор по факту регионального отделения, была пресс-секретарем, а до этого она была просто волонтером, которая пришла, она до сих пор помню это мероприятие. Это было первым волонтерским мероприятием ее, в принципе, такой сознательной жизни, студенческой жизни. Вот, она пришла ко мне на мою акцию по благоустройству захоронений. Она пришла, пообщалась ей, понравилось, и вот они с подругой, там, вот Вита и Ира, они как раз пришли в «Волонтеры Победы», Ира занималась своими направлениями, Вита своим. Сейчас вот Вита уже исполнительный директор, ей нравится, до сих пор ведет эту историю, это круто. А как ты думаешь, почему человека влечет к этой деятельности, почему люди приходят в волонтерство? Ну, это у всех по-разному. Вообще, знаешь, у меня тоже раньше было такое, что вот я хочу помогать, вот это все. Да хочу, конечно, но у тебя все равно есть какая-то эгоистичная твоя история, которую тебе хочется закрыть. Для меня это была история про компанию, про сообщество, которым тебе было хорошо и приятно, про людей, про друзей, про знакомство. Кто-то приходит за этим, потому что хочется элементарно найти ребят, с кем интересно, с кем по кайфу пообщаться, общая тема, классные события. И ты вроде в этой движухе как-то варишь, что тебе скучно дома. Кто-то приходит за каким-то общественным признанием, потому что такое тоже нельзя исключать. Потому что есть люди, даже не так скажу, есть истории, которых ты можешь себя показать, и тебя могут заметить. И ты можешь стать с кем-то большим. Это тоже история про карьеру и общественное признание в том числе. Потому что ты сама, я думаю, видела, что вот в том году на, по-моему, премии Рунета, по-моему, все не ошибаюсь, Добро РФ взяли главные награды, лучший онлайн-проект, просветительский онлайн-проект и так далее. И лучший статус волонтер года, и эту награду вручает президент. То есть, это история, когда волонтерство стало престижным. Оно реально престижное, и люди кто-то тянет за этим. У кого-то история просто про коммуникацию, просто нравится общаться. У кого-то есть потребность помогать. Но по факту вот эта потребность помогать, она объединяющая всех. Вот даже про премию «Мы вместе» говоря, да? Она, почему она премия «Мы вместе»? Потому что акции «Мы вместе» объединяла всех. То есть, там не было, что вот я системный волонтер, я пришел, я вот участвую в организации. Да нет, там могли участвовать, особенно все. Кто вот находились на самозавете, ты же по-любому с ковидом столкнулась. Я дважды болел, да. И по факту получилось так, что были те, кто не мог выходить. И вот те, кто были дома, кто имели возможности покидать свой дом и что-то делать, на работу ходить и так далее, они становились волонтерами, потому что у них высвобождалось время, они могли кому-то довезти продукты, лекарства, врачей отвезти в больницу. Эта вот эта история начала крутиться, потом мы перешли в тему, связанную со СВО как раз-таки. И она объединяет миллионы людей. И премия «Мы вместе» тоже про это. Тоже она помогает реализовываться ребятам с их инициативами, необычными инициативами порой, инициативы, которые ты не ожидаешь. Или наоборот, они такие типа элементарные, говорят, ну что такое, какой-то странный проект. А на самом деле, когда ты углубляешься, понимаешь, что история про теорию малых добрых дел, она работает. Кто-то за этим приходит, потому что у него есть маленькая идея, но не знает как. А волонтерство, как я уже сказал, это инструмент, это твой ресурс, который можно использовать для реализации твоей собственной идеи. У нас есть люди, которые сейчас уже работают в Москве, которые были волонтерами здесь, которые занимаются этим направлением, любым из направлений. Сейчас они уже работают в федеральном центре, в каких-то федеральных организациях, причем в таких престижных организациях. Поэтому это круто, когда волонтерство становится таким стартовым этапом, ты можешь и расти, и развиваться, и просто кому-то помогать. Потому что есть и такие, которые просто хочется, ну, время есть, хочу помочь, все. Ну, как бы, круто. Мы все, в принципе, объединены темой про помощь. Но помимо этого есть еще что-то еще. Любовь, тут у тебя какая-то потребность есть. Ну, какую-то из них ты закрываешь. Это прикольно. То есть волонтерство, это всегда должно исходить из человека. Это никогда не заставляют никого. Ну, а смысл? Волонтерство, это же про душу. Это про... Это искренность что-то. Да, это про искренность, да, потому что... Ну, это же всегда видно. Ну, ты приходишь на мероприятие, смотришь на такие, знаешь, потухшие глаза, волонтер такой стоит, несчастный, сразу видно, что вы пригнали, он просто что-то вот это вот... Ну, там дверь, ну, вон, идите. Это всегда видно. Потому что волонтер, оно... Ну, это по велению души, во-первых. А во-вторых, ну, это человек эмоций все-таки. Потому что, вот, знаешь, даже когда я была, опять-таки, возвращаясь к СЛО, у нас мы работали с вынужденными переселенцами, была история, когда девушка у нее несколько, там, по-моему, двое детей, муж, супруг, там, родители. И это когда один из пунктов гуманитарной помощи у нас закрывался, он там по определенным обстоятельствам, мы должны были переехать в другое здание, вот, она плакала, потому что говорю, что вы для нас вот сделали, вы сами не понимаете, какое большое дело. То есть я в тот момент осознал, что мы стали тем местом, где вот они точно знают, что мы придем, нам помогут, подскажут, как-то обогреть, я не знаю, обнимут. Ну, то есть вот мы были таким островком безопасности, что ли, не знаю, как это правильно сказать, таким пунктом, где ты всегда найдешь какую-то добрую поддержку, наверное, и волонтерство, ну, тоже про это. И самое главное, что эту поддержку находят и сами ребята, потому что интересно. Потому что это сообщество небезозыщенных людей. И ты действительно, находясь в этом сообществе, даже когда, в моменте, когда тебе самому плохо, когда ты сам не в ресурсе, как модно говорить, вот, в этом сообществе тебе помогут. Потому что вот я помню времена, когда я сам был не в ресурсе, грубо говоря, вот, и ребята мои меня поддерживали, вытаскивали, и общались со мной, и как-то вот, давай, давай, все, все нормально. — Волонтеры — это, ну, не просто отдельная единица, это целая команда, это... — В любом случае. — Друзья. — Это семья. Это семья. Даже не друзья, это прям семья. В которой ругаются, спорят, обижаются друг на друга, но в которой ты всегда найдешь поддержку, в которой ты всегда найдешь друга, соратника, не знаю. То есть тут всегда есть история про эмоцию, чем как такую, так и другую, скажем так. — Ты вот упомянул акцию «Конкурс мы вместе», которая сейчас тоже, премия заявочной кампании, на которой сейчас идет. Кто может туда подать заявку? — Вообще все. — С чем туда нужно идти? Для кого этот конкурс? — Вообще его подать могут все. Это такое очень, может быть, не совсем корректно говорю, но так и есть. Могут податься просто волонтеры от 14 лет, просто школьники, у которых уже есть проект, да. Вообще ключевой отлично, я начну с другого, ключевой отличие от всех грантовых конкурсов, то, что премия «Мы вместе» — это история про работающие проекты. То есть это не просто вот, ты сюда челкнула в голове, я хочу подать. Нет. Ты уже работаешь. У тебя уже есть какие-то маленькие даже, но уже результаты твоей инициативы, которую ты реализуешь, но ты хочешь сделать ее больше, интереснее, шире, не знаю, привлечь большой общественный какой-то резонанс к твоей теме, найти партнеров, вот это все. Вот премия тебе это дает. Она дает тебе образовательную базу, дает тебе информационных партнеров, административные ресурсы, это все, что угодно тебе предоставится. Лишь бы было на что предоставлять. То есть если проект действительно толковый, живой, эксперты федерального уровня говорят, что да, круто, вот, ну как бы вот тут надо доработать, попробуйте в следующем сезоне подать дальше, а сейчас это можно сделать так-то так. То есть там есть очень классная экспертная оценка. Вот, как я уже сказал, подать могут все, то есть волонтеры 14 лет, это волонтеры от 18 лет. Почему заостряю внимание, потому что до 14 лет, ну 14 до 17 грантовый конкурс немножко другой, там сама сумма поддержки немножко другая, она меньше, чем тех, кто постарше, грубо говоря. Это, по-моему, до 1 миллиона 700, а от 18, по-моему, до 3 миллионов можно уже претендовать на премию. Вот. В том году даже ваши коллеги, собственно, твои, УСУ, правда, участвовали в конкурсе с краеведческим, по-моему, проектом. Как раз таки очень классный проект, к экспертам зашел на самом деле. Вот. Не знаю, что там дальше прошло не так, но эксперты хорошо оценили ваш проект. Вот. То есть это могут быть представители бизнеса, СМИ, НКОшки, даже помогут администрации, госучреждения, общественные палаты. То есть по факту практически неограниченное число лиц, но, к примеру, счастье. Причем в разных номинациях, номинаций тоже очень много. То есть «бери, делай», может, называется. Вот. И главное, чтобы проекты были реально вот социальным эффектом каким-то, таким же просветительским, может быть. То есть эта история даже не просто про волонтерство. В принципе, что-то социально полезное, какая-то такая тематика. То есть тема проекта, может быть, абсолютно любая. От экологии до медицины. Конечно. Медицина, там даже урбанистика есть. И здоровый образ жизни есть. И есть помощь животным, и помощь людям, и пожилым отдельно. И тема спецноминации по помощи в развитии новых территорий есть. То есть там очень много направлений, которые ты можешь взять и подать, и участвовать. Почему нет? Вы как-то помогаете, может быть, там оформить эту грантовую заявку, или просто проконсультировать? Проконсультировать, конечно, можем. Без проблем. То есть наша группа ВКонтакте, у нас Юрия Органского гостя, там есть все наши номера, можно позвонить, уточнить. Но на самом деле там делать особо нечего. Ну, по-честному. То есть, я думаю, ты тоже не раз видела заявки в фонду президентских грантов, там РФК, ФПКИ, то есть всех этих больших грантодателей. Формы достаточно сложные. То есть они просто заполняются, но там нужно посидеть. Здесь тоже нужно постараться, но заявка сама очень простая. Там несколько полей всего, то есть там ключевые какие-то цели, задачи, результаты. Ну, то есть то, что ты, в принципе, пишешь на одном листочке часто, вот, хочу вот это, делаем так, вот, вот, примерно то же самое. Там, ну, чуть слова помни и выбирай. Все. То есть там, в принципе, где-то абсолютно нечего. То есть зайти на премиум месяц.рф, на федеральный сайт, тебя сразу перебросит на, там, формы заполнения, прикрепление, там, допустим, ссылок на соцсети, там, ID номер с годзабровой РФ, если ты как организация подаешься. То есть, в принципе, все просто. Тут захочешь, разберешься. Еще раз повтори, куда людям обратиться, чтобы, ну, вдруг им нужна будет какая-то консультация. Ага. Ну, смотри, волонтеры Ульяновской области, это группа ВКонтакте. То есть она, например, так пишется, волонтеры Ульяновской области. Три слова. Картиночка там, числе и в регион написано. Заходите, там есть номера телефонов, мои, моих сотрудников. То есть там, в принципе, вся информация изложена. Либо на сайт самой премии, премиямывместе.рф. Кстати, на самом сайте есть ссылочка, по-моему, кнопка называется, то ли вебинары, то ли что-то типа того. Там подробнейшим образом, там женщина красивая в кадре сидит и рассказывает, как заполнять заявку, какое поле у вас высвечивается, что тут запишешь, как пишешь. То есть весь видеоконтент связан с заполнением заявки, как выбрать направление, там все это есть, можно посмотреть. Они, по-моему, по 15 вообще все эти видосы. То есть, как бы сел в маршрутке, посмотрел и все понял. В любом случае, все доступно. Но если нет, есть вопросы, то пожалуйста, к нам и все ответим. Еще одна важная для всей страны и нашего региона тема, это специальная военная операция. Многим участникам специальной военной операции нужна, возможно, какая-то помощь, нужна помощь их семьям. Чем вы помогаете, как, с кем взаимодействуете для того, чтобы помочь? Ну, по факту, да, помощь нужна всем и каждому, это правда. Мы стараемся помогать так, как можем, на самом деле. То есть, когда только все началось, когда началась именно конкретная мобилизация уже, мы ездили и в воинские части, с бойцами общались, и с теми, кто кого мобилизовали, и общались с 31-й бригадой, с Росгвардой. То есть, в принципе, все воинские объединения, которые куда-то кого-то отправляют, мы со всеми пообщались. Мы со всеми на связи, так или иначе, в том или ином формате. С кем-то хуже общаемся, с кем-то, ну, больше, с кем-то чаще, с кем-то нет. То есть, нельзя сказать, что мы плохо с кем-то общаемся. Мы просто в чистоте, наверное, наше взаимодействие. Но в любом случае наш центр один из тех мест, одно из тех мест, которые принимают до сих пор аргументарную помощь. Потоки пока... Потоки все же не такие большие, как просто общественных ребят, которые по своим подружкам, друзья, мы тебя там покидали. Вот эта история про сарафанное радио, да? Конечно, там они собирают чуть больше, чем мы. Но в любом случае, мы совместно с вузами, с профессиональными образовательными организациями мы собираем и сети маскировочные. Девчонки у нас там плетут и носилки в медколледжах, и свечи окопные, и печки буржуйки. В принципе, очень много чего наши ребята делали и делают до сих пор, и что-то вяжем, и шьем, и направлений достаточно много. Вот. И медитарную помощь собираем, типа медицинские, ну, не даже не медицинские, а гигиенические средства и прочее. То есть, все это принимается, все это отправляется с партнерскими фондами, там, с администрациями районов, и города Ульяновска непосредственно. Ну вот. То есть, мы в любом случае свой вклад вносим, посильный, какой мы можем, который нам предоставляется возможность, грубо говоря, такую помощь оказать. Это делаем. Второе направление – это помощь самим семьям. Вот. Здесь, конечно, история тоже непростая, в том плане, что, по-первых, этих проблем было много, но они были связаны больше тем, что люди не совсем понимают, что происходит, и как вообще жить дальше, как действовать. В принципе, нужно в такой необычной, стрессовой, наверное, для всех ситуаций. Вот. Ну и наша удача была вот как-то объяснять, что могут сделать вам волонтеры, чем можем помочь, и, соответственно, мы помогали. Кому-то мы помогли там огород перекопать, потому что там супруг уехал в зону СВО, ну, нужны рабочие руки. Вот мы ходили, как рабочие руки. Кому-то кусты обрезать, кому обои поклеить, кому продукт принести, кому-то с ребенком в стадик сходить, ну, то есть, там какие-то кружки. Вот. Кому-то, в принципе, репетиторская помощь была нужна, мы уже подключали волонтеров, педагогов, да. То есть, направления разные, но самое главное, что все все нашли, что могли. Вот. Если у кого-то еще остались вопросы, то, пожалуйста, опять-таки к нам можете звонить, писать в нашу группу, у нас опять-таки все номера там. Вот. В любом случае, помогали как могли и до сих пор продолжаем это делать. Пусть уже не в тех объемах, пока не понимаю, почему меньше нам стали приносить, но, может быть, просто уже все привезли, не знаю, может, потихоньку уже там интересы меняются. Но в любом случае все это продолжается и мы постараемся работать дальше. Ну, ты сказал, что вы привлекали волонтеров, педагогов, наверное, еще других ребят из волонтерского сообщества, а кого-то вне волонтерского движения привлекали для помощи? Ну, вообще, да. Вообще, я же вот зацикливаюсь на теме, что каждый способен на добро, и вот история, связанная с вынужденными переселенцами, она продолжилась, она продолжилась, и опять-таки были люди, которые просто помогали. У нас были темы, когда приходила очень такая пожилая бабушка, такая, мы тут с подружками собрали денежку, давайте купим ребятам вот это. Там, или вот был мальчишечка в Новоульянске, они с мамой пришли в фунг гуманитарной помощи, просто жители, то есть они не волонтеры, они просто пришли, принесли там какие-то, по-моему, продукты, что-то еще, а у мальчика была копилка, он решил, я хочу отдать деньги вам. Он разбил, дал девчонкам, нашим волонтерам в Новоульянске эту сумму, и опять-таки они там в Новоульянске, то есть все так или иначе включаются. Вообще, по моей информации, что-то более 20 тысяч волонтеров точно в этом участвуют, и причем по всей области, и это не все люди, которые, знаешь, типа зарегистрированы где-то, что-то как-то, да, это просто ребята, которые участвуют в благотворительной такой истории, помогают, собирают деньги, кто-то приносит что-то, то есть все как могут, так же и включаются, то есть история про взаимопомощь, она у нас, как я уже сказал, в крови, и тут как бы, главное дать возможность, условно, а ребята найдутся, вот они находятся, и все происходит. За помощь обычно благодарят, как вы там говорят спасибо, эти люди? Ну, вообще, это правда, так это благодарить нужно и важно. Те, кто нам помогают, в принципе, как волонтеры, в принципе, жителей, у них мотивация немножко другая, они просто хотят быть небезучастными, им приятно уже тот факт, что ты пришел, что ты помогаешь, вот когда мы только собирали вещи для вынужденных переселяться, которые в феврале и марте приезжали, а они говорили, господи, спасибо вам большое, что вы это делаете, вот, это самая большая награда, на самом деле, была, когда ты видишь, что это обратная связь, причем люди, опять-таки, которые там разного достатка были, там было очень, ну, видно, когда кто-то, извиняюсь, в каких-то брендах пришел и там бабулечка, которая вот последнюю пенсию сняла, но все по-своему приносили, помогали, вот, поэтому это важно было, и самое главное, что им не нужна была никакая благодарность, мы там даже, говорит, кто-то, кто там деньги передавал, допустим, мы старались деньги не брать, либо сразу при людях, пойдемте с нами в магазин, вместе с вами купим, чтобы вы видели, да нет-нет, не присылайте нам чеков, ничего не надо, естественно, мы чеки присылали, мы все фотографировали, набрали номера, чтобы, ну, как бы, чтобы люди тоже не переживали, но сам факт, что им просто хотелось, волонтеры, которые системно занимаются, тут, конечно же, другие формы мотивации у самих ребят, вот, здесь, да, во-первых, само спасибо на самом деле много весит, особенно, когда оно от человека, который, ну, в принципе, не сильно, скажем так, часто это слово говорит, да, особенно, если человек какой-то уважаемый, это уже другая история, когда тебе говорит человек, которым ты восхищаешься, говоришь, блин, молодец, круто, это вообще важно, это очень ценно, вот, мы были недавно на форуме в Ростове, как раз таки, там, год мы вместе, как мы начали работать с теми мобилизации, в принципе, СВО, и там некоторым ребятам выручали награды от президента, там, руководителей по администрации президента РФ, от губернаторов новых территорий, сами они же приезжали, выручали, ну, это ценно, это круто, когда твой труд ценят на высоком уровне, вот, кто-то получает какие-то другие истории, то есть, волонтеров тоже, про поездки тоже, кому-то классно на форум побывать, и, то есть, если ты активен, позитивен, тебя в любом случае видят, слышат, и тебя могут взять на форум, поэтому тут, направлений много, как бы сказать спасибо можно по-разному, самое главное, чтобы ты действительно работал и хотел это делать, вот, искренность нужна везде, так скажем. Если я вот сейчас, ну, нахожусь, так скажем, грубо говоря, в танке, ничего не знаю про волонтерство и очень хочу стать им, куда мне обратиться, где мне найти вот эти чаты волонтерские, группы, куда вот мне вступить, чтобы стать, как вы? Ну, во-первых, группа ВКонтакте, я думаю, даже те, кто в танке, ВКонтакте у них есть, в Одноклассниках у нас, по-моему, нет, а может и есть, но я просто там не сижу, вот, не знаю, группа ВК у нас есть, волонтеры Ульяновской области, повторюсь, наверное, в четвертый раз, можно открыть, посмотреть, там есть наше направление работы, есть все ссылки, номера телефонов, как получить волонтерскую книжку, то есть там все ответственные вопросы так или иначе присутствуют. Есть большой федеральный сайт, добро.рф, это тоже очень важная история, это была просто платформа для конкурса, когда-то очень давно, для конкурса Доброводец России, это очень сто лет назад, мне кажется, уже был. Сейчас это экосистема, это целый большой портал, где ты можешь найти все, начиная от вакансий волонтеров, то есть в твоем городе, да, заканчивая грантовыми конкурсами, там, не знаю, стажировками в других городах, обучающими какими-то лекциями от ведущих экспертов, то есть там все, что надо знать про волонтерство, там есть. И как можно в нем развиваться, и как можно выставить там свою индивидуальную траекторию развития, где нужно там что-то новое познать, узнать. Вот даже сейчас будет, вот с 15-го, по-моему, апреля, голосование за комфортную среду, там тоже есть ссылка на регистрацию на это мероприятие, как стать волонтером, специальный курс, если ты вообще не шаришь в благоустройстве, в урбанистике и всем прочим. Можно посмотреть, узнать, что это такое, с чем это едят, и как ты можешь в этом участвовать. Поэтому Добро РФ, волонтер Ленинской области, как мы, Добро РФ как федеральная площадка, все есть, все в доступе, можно смотреть, добавляться. Спасибо тебе, Кирилл, за такую... Думаю, что вы? Очень, я думаю, что информативную беседу. Да? Хорошо. Поэтому я думаю, что пора говорить до свидания. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова